Ущерб от потери древесины из-за распространения непарного шелкопряда в республике мог достичь 5 миллиардов рублей, если бы не были приняты меры, сообщили в Минлесхозе Башкортостана. Напомню, в этом году вредитель размножился на территории в 476 тысяч гектаров. А наиболее сложная обстановка оказалась на площади 240 тысяч гектаров в Баймакском, Зилаирском, Зянчуринском, Кананикольском, Кугорчинском и Хайбуллинском лесничествах. Вредитель попал в леса республики из Оренбургской области. Для борьбы с непарным шелкопрядом применялись химические и биологические препараты. При обработке деревьев использовалась в том числе и сельскохозяйственная авиация. На эти цели из федерального бюджета выделено почти 260 миллионов рублей, а из республиканской казны 65 миллионов. Сейчас работы завершены, специалисты проводят оценку эффективности обработки лесов. Авиационный способ был выбран, потому что территория лесного фонда республики Башкортостан очень разнообразная. И очень много площади занимает горно-лесистая территория, куда доступ автомобильного транспорта затруднен. В обработке применялись химические и биологические препараты, которые внесены в каталог пестицидов и препаратов, разрешенных применению на территории Российской Федерации. Перед началом работ на въезде в леса установили информационные баннеры и аншлаги о том, что посещать леса запрещается, выпас скота запрещается, а также запрещается сбор лекарственных трав и ягод. Напомню, ранее пчеловоды Кугорчинского, Хайбуллинского, Мелюзовского, Зилаирского и Куергазинского районов республики заявили о массовой гибели пчел. Одной из причин случившегося специалисты называют обработку лесов от непарного шелкопряда инсектицидами. Сейчас прокуратура республики проводит проверку по данному факту. Продолжение следует...